Лето всегда щедро одаривает хорошей погодой, свежим воздухом, витаминами и бодрым самочувствием. Но, как принято говорить, в каждой бочке с медом есть ложка дегтя. Свои коррективы в самое колоритное и яркое время года могут внести некоторые сезонные болезни. И приобрести их может и взрослый, и ребенок где угодно. Во время купания на водоемах, приобретя вкусные и полезные ягоды и фрукты и прочие продукты на рынках, особенно у незнакомых продавцов без соответствующих сертификатов о качестве товара. В транспорте и список можно продолжать. Кишечные расстройства, инфекции, пищевые отравления – от них не застрахован ни один человек. Разновидностей очень много. Чаще всего в летний период встречается сальмонеллезная инфекция, реже дизентерия, ирсениоз. Сейчас, в апреле-майе, у нас отмечался подъем ротовирусной инфекции. Больше всего болели дети до 7 лет. Это и те дети, которые еще маленькие, не входят в садик, и дети, которые посещают организованные коллективы. Ротовирусная инфекция, вообще среди вирусной инфекции всей кишечной занимает первое место. Составляет до 40%, даже до 50%. На втором месте норовирусы – почти 20%. А в целом кишечные вирусы в структуре кишечных инфекций составляют до 70%. Действительно, чаще всего летом регистрируются рост заболеваемости кишечными инфекциями. Они вызываются вирусами и другими организмами, поражая желудочно-кишечный тракт. Основные симптомы заболевания известны каждому. Озноб, высокая температура, боли в животе, рвота, диарея. И как печальный исход всех этих проявлений – больница. В этот период важно соблюдать все меры профилактики. Острые кишечные инфекции у нас передаются контактно-бытовым путем, то есть через грязные руки, их называют еще по-другому в народе болезнь грязных рук. Это пищевой путь передачи через различные пищевые продукты. Возможен водный путь передачи. И вирусные инфекции также воздушно-капельным путем передаются. К классическому списку содержать кухню в чистоте, соблюдать гигиену рук и тщательно мыть овощи, ягоды, зелени, фрукты добавим еще несколько. Сырые готовые продукты следует держать раздельно, хорошо промывать доски. И ножи свежеприготовленную пищу нужно хранить в холодильнике. Там же и размораживать продукты. И, конечно, профилактика в центре внимания. В первую очередь это соблюдение личной гигиены, это мытье рук постоянное перед едой, после посещения туалета, после прихода с улицы. Особенно важно, чтобы мамы соблюдались маленькими детьми. И для детей это необходимо прививать с раннего возраста. Пищевые продукты здесь какие меры? В летний период, я уже сказал, высокая температура. Поэтому важно, чтобы все особо скоропортящиеся продукты, молочные, мясные, тем более пирожные и другие продукты, хранились в условиях холодильника. Плюс 2, плюс 6 должна быть температура. Помимо домашних условий, необходимо смотреть и в магазинах, если вы видите, что температурные условия не соблюдаются, а тем более, если пищевые продукты продаются в условиях без холода, то такие продукты не стоит покупать. Конечно же, и важно не покупать продукты в неустановленных местах. Сальмонолез, ротовирус, норовирус, энтеровирус – эти коварные диагнозы имеют тенденцию обостряться именно в период отпусков. Но в большинстве случаев профилактика способна снизить риски того или иного заболевания до минимума.